И поэтому я предлагаю замерить максимальную скорость моего нового мотоцикла, ребята. Погнали! Ой, блядь, как мне страшно, ребята. Ну что, погнали? И мотик просто уже взлетать начинает, блядь. Жестко. Всем привет, ребята. С вами, как всегда, я, Самуил Пащян. И сегодня у нас будет небольшой, но очень интересный видос. Мы будем замерять максималку моего нового мотоцикла, ребята. Каждый из вас уже знает, что мне подогнали новый большой мотоцикл на 177 моторе, ребята. Это 250 кубов, водяное охлаждение, там, не знаю, сколько точно сил от карбюраторов, зависит, если поставить заряженный карбюратор, то там будет 30+, там, не знаю, 37, кто-то говорит. Не знаю, у меня все пока что стоково, ничего там супер заряженного не стоит, но прет все равно не по-детски. Недавно я покатался по горкам, было очень весело, можно так сказать. Ай, блядь. И поэтому я предлагаю замерить максимальную скорость моего нового мотоцикла, ребята. Погнали. Блядь, как отсюда слез сейчас? Ну, типа, просто, кто не знает, это дерево инжира, и оно очень ломучее, оно может не скрипеть, ничего, и резко просто отломаться. И, блядь, у вас косточки тоже отломаются потом резко. Дожди. Смотри, смотри, сейчас ниндзя будет. Готовьте. Что можно? Готовьте хинкали и погнали. Рифма, братан, рифма, прикинь. Все, у нас новая фраза на канале, Давид. Готовьте хинкали и погнали. У меня к вам вопрос, вы можете свои яйца не здесь чесать? Не, если договорились, дай руку по-братски. Дай руку. Договорились. Недавно мы, ребят, были на покатушке. Это была не просто покатушка. Это была покатушка по какой-то там хард-эндуро, короче, трассе. Возле обрывов мы ехали, камни, корни, всякое такое. И мотоцикл там падал, не знаю, раз 500, короче, у меня. И сейчас у меня есть некие, короче, там, типа поломки. Но это не поломки, на самом деле. Вот, например, я упал на жестком камне. Там был такой огромный камень, плита. И вот поцарапался глушак у нас тут просто. Видосы к этой покатушке, скорее всего, выйдет чуть позднее. Или я уже сказал это? Не говорился. Ну вот, сейчас сказал. Так, в принципе, этот глушак, пластик, ну, царапки, короче, на пластик. Ну, мотик реально вот так, типа, он вот так назад, наверх, вбок, падал, скользил вниз, короче, с горы. Выжило, типа, на самом деле выжило. Ничего не сломалось, никакой пластик, только царапки. В моменте я думаю, что у меня погнулся руль, но ничего вроде не погнулось. Максимум, там, ну, вы знаете, на мотоциклах могут траверсы уходить, короче. Если траверсы слабо затянуты, ну, их нельзя сильно, по-моему, затягивать. Может руль уходить, просто он привится, потом расслабляешь траверсы, выравниваешь руль. Я думаю, у меня руль погнулся, короче, все, пипец в лесу. Потом смотрю, все нормально, фара пострадала немало, она там на фару, короче, падала, там, ну, нифигово, короче, везде падал, вот, везде, где вы видите этот мотоцикл, он везде валялся на земле. Мы его ели отмыли, он был полностью в грязи. Это вот такая небольшая предыстория, когда выйдет эта покатушка, вы просто охренеете, ребята. Я не знаю, когда мне ее монтировать, потому что я не смог снять так, как я хотел снять красиво, потому что там был хард, там очень трудно было что-то снимать. И если я соберу, в общем, материал, там буду на фоне что-то базарить, соберу какой-то мини-фильм, назову его мини-дальняк, там мы где-то 60 километров ехали. Ну, километров не в час, а просто 60 километров где-то проехали. Было очень интересно и очень больно, у меня еще несколько дней потом болело все тело. Ну, а теперь все, давайте чуть понаваливаем на заднем колесе, попробуем вообще, можно на больших 250-ках наваливать на заднем? И замерим максималочку. Погнали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 блять как мне страшно ребята там 120 чем-то было написано и мотик просто разлетать начинает жестко жестко очень жестко наверное еще раз замерю по что я не дожал ребята я не дожал я мог больше поехать чего пробуем еще раз сверху вниз давид просто не знает что такое испуг это фраза ему не знаком ну давайте ребят сейчас поспорим вторая попытка ребята 130 ребята все дальше мне уже страшно блин я не знаю дальше поедет или нет но мне уже страшно 133 я сказал 134 сейчас посмотрим сейчас посмотрим ребята 130 ну блять может там еще пару километров но это уже пиздец я взлетать начал у меня дух улетел он тоже выжимает максималку очень жестко а цены 130 на стоковых звездах сзади 50 спереди на 12 13 какая-то сзади 50 и какая-то 40 какие было 47 48 в общем ребят у нас уже наступает потихонечку зима сегодня последний был такой достаточно пасмурный день и завтрашнего дня у нас полностью пойдут дожди поэтому у меня есть чуть-чуть буквально контента для вас накопленного с покатушек я надеюсь что этот контент весь пригодится я смонтирую для вас такой нормальный сочный с дофига падениями видос а пока что я очень сильно надеюсь что этот спидометр сильно не отвечал вам будет на будет видно цифры которые он показывал что видел я я увидел в пике на шестой передаче 130 километров в час вот просто отвечаю друг я там на монтаже не смогу вам конкретно показать но здесь я смогу это сделать короче 130 километров в час он показал может там было еще запас километра два три в час но это уже не важно 130 по моим ставкам он и поехал ребята полностью оправдал ну конечно блин здесь 50 огромная звезда ребята стоит поэтому это вообще офигенно вверх 5 ехала больше 110 там 110 чем-то короче было я уже не помню просто кайф пушка звук пацаны говорили нереально когда возле них пролетал не знаю вам через камеру это передаст или нет но они говорят просто как будто реально взлетал на взлетной полосе ты как будто просто взлетал пацаны сказали звук бомба два глушака бомба конечно в лесу их очень жалко они падают царапаются ну блин а что поделать вон у давиду например глушитель уже весь согнулся внутрь этот пока что не согнулся просто поцарапался а это был наш шар макс эксперт про на сто семьдесят седьмом двигателе 250 кубов 6 передач карбюратор 34 небе а если поставить сюда пцр он поедет 300 я вам не отвечаю где трактор он там работал отвечая минут 20 назад пойдем спросим трактор трактор все ссылочки на магазин и на мотик в описании ребята залетайте покупайте а если вы еще не убедились что этот мотик вам нравится и он реально хороший то просто смотрите дальнейшие видосы пока что вот все что случилось я вам и так рассказал там поцарапался грушак поцарапалась это поцарапалась то но это царапины и это было hard эндуро так что бывает спасибо всем пацанам давид сегодня мешал но помог все равно спасибо какой бы он ни был он наш то что им болит понял какой бы он не был он все равно на русик пришел привет чисто под конец съемок знаете кто это на дико догнать и на рынках есть дядьки такие милые не русские дядьки короче которые обувью там торгуют знаете вот это русик будущих до недороса шучу не обижайся брат колыш колыш артуру спасибо что нужно три года меня снимать держит ваш держит вас в воздухе ребята микрофон у меня мол все всем спасибо это всем пока как наберется 7 тысяч лайков выходит новый видос хоть он хоть наберется в дождь я постараюсь дождь для вас снять пушечный видос всем спасибо всем пока